Добрый вечер всем, кто к нам присоединился в эфире программа «Послесловие». И сегодня в ней по-соседски побеседуем с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Добрый вечер. Добрый вечер. С того момента, как вы пришли к нам в последний раз в эфир, многое в вашей карьере изменилось, вы вошли в состав Высшего Совета Партии «Единая Россия». Что для вас значит новый статус? Это, скорее всего, новые возможности, новые заботы? Вы знаете, прежде всего, это, конечно, ответственность. Но я воспринимаю это еще и как оценку того, что мы сделали. Сделали вместе с тагильчанами, но и в том числе и вместе с Екатеринбургом. Потому что наше взаимодействие, я думаю, тоже было оценено. Что касается ответственности, я так понимаю, что главные проблемы, главные задачи, которые нужно решить, они еще впереди. Поэтому это для меня как руководство к действию. А какое значение имел прошедший съезд партии для вас? Я думаю, очень интересный и важный был съезд. Я увидел, что в партии реально происходят изменения. Ну, посудите сами. На 30% обновились органы управления партии. И Генсовет партии, и Высший Совет. Партия открыта, наверное, как ни одна другая, производит ротацию кадров. Это в любом случае полезно, потому что это обновляются люди, появляется свежий взгляд на происходящее. Я имел возможность пообщаться и с лидером партии, председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И самое главное для меня на съезде, это было то, что партия была и есть, остается политическим ресурсом президента. И поэтому большая ответственность, как на правящей партии лежит. И партия готова и признать ошибки там, где они были. Но партия готова и отчитаться перед избирателями о том, что было сделано. И я думаю, что тем, что готова меняться и демонстрирует готовность к изменениям, это серьезная перспектива у партии в этом выборном году. Ну что касается непосредственно Свердловского отделения партии, как известно, ну не все в порядке. На ваш взгляд, какие серьезные конфликты есть и какие проблемы, на ваш взгляд, существуют? Ну вы знаете, тот месседж, который был на съезде, тот месседж, который был на встрече с Медведевым, это, я думаю, он относится не только к членам высшего совета, не только к участникам съезда. Это, в общем-то, месседж к региональным отделениям о том, что необходимо меняться, необходимо обновляться, и необходимо будет ответить за то, что было сделано, и убедить избирателей о том, что в состоянии предложить такую повестку, такие решения, такие программы. А самое главное, доверие, значит, сохранить избирателей для того, чтобы двигаться вперед. Это месседж, прежде всего, я думаю, был региональным отделением и Свердловскому отделению, конечно, в том числе. Ну непосредственно, вот если региональное отделение, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Потому что многие же чувствуют эти конфликты. Вы знаете, значит, надо все-таки найти и обозначить истинные причины этих конфликтов, перешагнуть через личные амбиции и выработать пути решений. Причем сделать это максимально публично. Политический кризис Свердловской области. Многие федеральные эксперты уже говорят о политическом кризисе. И Думу Рижа и Рамиль распустили. Дума Артемовского семь раз отказала губернатору в реформе местного самоправления. Мало того, жители судятся с губернатором. И много вообще других проблем. В чем причина кризиса и каковы пути его преодоления? Ну, вы знаете, первое, это, наверное, все-таки не политический кризис в области, а это проблемы, которые у нас накопились в области. Следующее, я вот весь прошедший год довольно принимал участие в нескольких мероприятиях, семинарах или совещаниях, проводимых в администрации президента, кстати, вместе с руководством Екатеринбурга и области. И надо сказать, что тот посыл, который я услышал в выступлениях президента, руководителя администрации президента, на мой взгляд, не был услышан. Это посыл слышать людей, а не давить. Вот в этом проблема, которая у нас сегодня существует. Поэтому, если люди высказывают свое мнение, их нужно слышать. И те проблемы, которые у нас сегодня накопились, их придется решать, решать еще, я уже сказал, в ближайшее время. И мы будем это делать. Ну, вот вы еще не раз говорили о том, что проблемы, с которыми сталкиваются Сырловские города, проще решать сообща, непосредственно это дружба муниципалитетов между Тагилом, Екатеринбургом. Расскажите поподробнее об аспектах взаимодействия друг с другом, что у нас идет. Знаете, я фразу хочу сказать, что дружба всегда лучше, чем что-то другое, чем война. Но здесь не только дружба. Дружба складывается, наверное, в процессе длительных взаимоотношений. Но вполне прагматичный подход, рациональный подход к взаимодействию, и не только между двумя городами. Я считаю, что сегодня уже мы видим, что взаимодействие между двумя городами дает свой результат положительный. Как в Тагиле, так и в Екатеринбурге. Я думаю, это отражается в том числе на всей области. Во взаимодействии по горизонтали, как я говорю, должны быть вовлечены все города Свердловской области. Так проще делиться опытом, так проще подставить плечо и помочь соседу. Тот же самый Екатеринбург, я знаю, очень активно помогал сухому логу. Причем помогал без команды, команды сверху. А боялись официально обратиться за помощью, потому что не было санкции где-то наверху. И вот это, на мой взгляд, вот такие примеры. Это примеры неправильного поведения, неправильной политики. А взаимодействие сегодня у нас идет в области культуры, образования. Причем, что мне нравится, идет обмен опытом между коллегами. И я слышу от своих подчиненных, что это им много дает. Опыт, решения, простые иногда решения, казалось бы, мимо которых проходили, но они уже были найдены, и их использование сегодня, значит, это очень полезно. Особенно в наше непростое время. Спасибо вам большое, что приехали в Екатеринбург, что уделили нам время, пришли в нашу студию. Сегодня у меня в гостях был глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Доброго вечера.